Казанский Зенит Было равносильно занятию в 7.45 утра Я пока не увидел, заняв первое место в регулярном чемпионате, что он для меня какие-то имеет преимущества или нет Тренируюсь в самое неудобное время, играю в самое неудобное время Екатеринбург почти родной город для Николая Апаликова Он отыграл здесь 7 лет, поэтому вполне возможно, что к болельщикам Зенита присоединятся и местные жители Приехал в Екатеринбург, давно я здесь не был, у меня жена на 4 года примерно, у меня здесь не было Безусловно, эмоции положительные, то есть единственная погода, конечно, не радует, но во всем остальном, в принципе, все хорошо В группу А, кроме Казанского Зенита, вошли Локомотив Новосибирск и Губерния, а в группе Б компанию Белогорью составили Кузбасс и Московская Динамо Соперники, безусловно, сильные, в каждой команде есть ярко выраженные лидеры, поэтому, не знаю, с каждым соперником будет играть сложно Вообще в финале шести, в принципе, не может по определению быть слабых соперников, поэтому будем настраиваться на каждый матч И не думать дальше в неком результате в дальнейшем, а просто задачу надо поставить, постараться выиграть каждую игру, сыграть в хорошую любовь Каждый скажет наверняка, что все готовы, все хотят, все могут Турнир покажет, кто как готов и кто что хочет То, что Евгений Стивожелес хочет выиграть, можно понять и не задавая ему вопросов Волейболист вновь отращивает бороду, а значит, он готов одержать победу Болельщики просили, хотели, спрашивали много, но для них постарался До финала шести остаются считанные часы Уже завтра, 26 апреля в 11.00, Зенит Казань встретится с губернией, а 27 в 14.30 с локомотивом Полуфиналы пройдут 29 апреля, а 30-го матч за третье место и финал Оставайся на ЗТВ, с нами ты не пропустишь ни одной игры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok